В фойе кинотеатра «Искра» в день проведения Дня пожилого человека царило праздничное настроение. Юные танцоры звездного вальса и солисты студии эстрадного вокала районного Центра культуры и досуга своими выступлениями приветствовали гостей. Для них же были развернуты и выставки работ, созданные руками пенсионеров, увлеченных творчеством. Мне, допустим, хотелось бы сказать о Татьяне Иване Туракевич. Это работы, это вышитые иконы, иконы в технике, украшения икон. Это, я бы сказала, новое направление, это новые технологии, которых раньше и не было. На мини-выставке, представленной историко-культурным центром, были работы Сухачева Анатолия Тимофеевича, пенсионера. В студенческие годы он занимался фотографией. Теперь у него другое увлечение. Бродя по лесу, находил какие-то интересные ветки, из которых можно было сделать что-то интересное. Наросты на березах, капы. Из капов делал вазочки, и что там получится. Так что, в общем, всегда был при делах. Дел много, поэтому нужно найти то, что себе по душе. И, в общем-то, возраст как-то не очень заметен при этом. Своего возраста не чувствуют и посетители Центра Вера, где для них созданы клубы по интересам. Мы бегаем, прыгаем, плаваем, стреляем, играем в шахматы, играем в теннис и ходим в тренажерный зал нашего дворца спорта. Каждую неделю занимаемся именно там, на тренажерах. Еще они поют, танцуют. Если человек здоров, бодр и есть еще силы участвовать в общественной жизни, тогда старость – условное понятие. При желании, даже в пожилом возрасте, люди способны жить полноценно. Разрешите мне от имени главы Ленинского муниципального района пожелать вам только хороших и добрых дней, здоровья и внимания близких. И, конечно же, долголетия и радных трудовых успехов на пользу Ленинского муниципального района. Спасибо вам. Сегодняшние люди старшего поколения – это не только те, кто прошел дорогами войны, восстанавливал разрушенное хозяйство, но и те, на долю которых выпало голодное, холодное детство. Мне кажется, это еще страшнее, когда ребенку предстояло пережить все ужасы войны. Всех моих коллег хочу вас поздравить с праздником. Это действительно праздник. А уж учитывая, как вы приходите на выборы, вы самый активный лекторат. Поэтому и за это вам отдельное спасибо. С праздником! Празднование Дня пожилого человека – важное событие. Оно помогает нам поддержать, поблагодарить людей старшего возраста, показать, что они нам дороги. Именно им посвятили свои концертные номера творческие коллективы Ленинского района. Людмила Медведева, Константин Брылов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.